Предпосылка к чрезвычайной ситуации возникла и в Фокино. После обильных дождей последних дней ручей-подсобный ключ поменял свое русло. Создалась угроза разрушения моста в районе автовокзала, краевой трассы Владивосток-Находка, Порт Восточный. В администрации городского округа состоялось экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вследствие прохождения циклона, ручей, расположенный вдоль улицы Подгорной, превратился в бурную реку и изменил свое русло. Водный поток начал подмывать опоры моста в районе автовокзала. Возникла угроза повреждения дорожного полотна, краевой трассы, Владивосток-Находка, Порт Восточный. Под угрозу разрушения оказались и опоры линии теплотрассы, расположенные рядом. Ситуация потребовала срочного вмешательства руководства городского округа, специалистов службы ГОИЧС. В администрации города состоялось экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Сейчас ситуация следующая. Мост, который находится около нашего автовокзала, это трасса Краевая. Обслуживает этот мост ДРСУ. Значит, информацию до них довели. В 11, отставили в 10-30, 5 КАМАЗов с грунтом, с Аскальным, и грейдер вышли со Шкотова. То есть они полотно усиливать будут. Это задача именно Краевику. Но тот ручей, который проходит по нашей территории, он поменял русло. И поэтому, сколько скалы туда не сыпь, то есть все равно воды будут упираться. Вот ездили на место и глава администрации, и глава городского округа. То есть есть предложение какое, и вот уже специалисты выезжали, то есть поменять русло. С целью перенаправить водный поток в старое русло, было предложено провести земляные работы выше по течению ручья, для его очистки от грязи и мусора. Для решения этой задачи будут использованы резервные денежные средства из городского бюджета. Еще пока чрезвычайной ситуации нет, но тем не менее, да, решением КЧС мы принимаем, даем добро на выполнение этих работ. Компания будет работать в ТСПК, значит, уже здесь обсчеты, я так понимаю, проводятся, сколько это будет стоить. И так как это будет все оформлено решением КЧС, деньги на проведение этих работ будут выделены с резерва администрации городского округа, который предназначен. Мы понимаем, для чего? Для предотвращения, ликвидации и на другие материальные затраты. В настоящее время на территории округа действует режим повышенной готовности. Специалисты городской службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ведут постоянный мониторинг общей обстановки в городе.